К другим темам. Вслед за Ладогой в Ленинградской области стартовал еще один молодежный образовательный форум в смысле. Правда, в отличие от первого, он уже не окружной, а всего лишь региональный. Впрочем, нашим молодым активистам это никак не помешало приехать в лагерь. Делегация от Ненинского округа на площадке хоть и скромная, всего два человека, зато оба с важными для нашего округа социальными проектами. Олег Катанзейский отправился на форум, чтобы понять, в чем же смысл. Думающая молодежь добиралась до лагеря по единственной неровной дороге, ведущей в поселок Стрельцово. Молодые люди перед входом на форум прошли почти предполетный досмотр. Жидкость – пожалуйста, а вот все, что связано с огнем – под запретом. Душ, в особенности умывальники, напомнили о пионерском прошлом. Впрочем, такие воспоминания приходят на каждом форуме, который организуется под открытым небом. Да и задачи у молодежных площадок практически всегда одинаковые. Сначала участникам дать знания, а затем их применить на деле. И самое главное, чтобы они познакомились друг с другом, выставили коммуникации. Потому что я уверен, что эти знания, которые они здесь получат, эти знакомства, которые они здесь приобретут, они будут всю жизнь служить. Они будут с ними рядом всю жизнь идти, эти друзья, и помогать им во всех делах. Конечно же, раз форум региональный, это не значит, что здесь только представители Санкт-Петербурга. Есть участники из других регионов и даже стран. На вторую смену, которая, кстати, началась сегодня, приехали ребята из США, Италии и Германии. Но главные герои они, солдаты-срочники. Здесь их почти 200 человек. Отличить от гражданских несложно. Зеленый пиксель, он и в лесу зеленый. На форум они приехали без поставленных задач командира. Говорят, просто сменить обстановку. Знообразие хоть какое-то, сразу же гражданка чуется. Народ гражданского много. Они все в зеленом. Свобода хотя бы. А то там постоянные рабочки, это все такое. Касалось 4 дня уже до дома. Ну, все равно приятно то, что пригласили. Прикольно все вообще. Кормят, кормили. Концерт какой-то тут. Наш регион на всмысле представляют Федор Валей и Светлана Тайбарей. Сейчас они оба живут в Петербурге, учатся. Но после получения диплома обещают обязательно вернуться в родной Наринмарк. К тому же впереди у Светланы реализация проекта на территории округа. Студентка Герцена собирается создать арктический образовательный центр. И идей у нее сразу несколько. Это и утилизация заброшенных объектов Арктики, превращение таких объектов в инвентарь для дальнейшего использования. Либо это будет музей под открытым небом. На форуме она хочет найти команду, чтобы совместно разрабатывать проект, а в дальнейшем воплощать его в реальность. Кстати, Светлана здесь еще и представляет молодежное отделение землячества «Нятва». Оно занимается объединением земляков на большой земле, чтобы люди совместно могли решать различные вопросы. В составе «Нятвы» Федор Валей. Молодой человек на подобном форуме впервые. Походные условия, проживание его совсем не пугают. Ну, я уже привык ночевать в палатках. У меня был опыт такой. В интернате ходили походы различные. Поэтому нет, мне страшно. Тем более я посмотрел, условия здесь хорошие. О своем проекте он говорить пока не хочет. Забегать вперед действий – это не его, признается Федор. А вообще изменять этот мир к лучшему здесь будут почти 2000 человек. Конечно, не все, но многие на форум привезли свой социальный или бизнес-проект. Обменяться опытом и представить свои идеи на суд комиссии участники еще успеют. Впереди целая неделя. Олег Танзейский, телеканал «Север», Ленинградская область.